Итак, мы приступаем к настройке расчетной модели. Для этого на первом этапе нам необходимо убедиться, что тип анализа у нас стационарный или steady-state. Дальше нам нужно будет добавить в расчет новое рабочее тело. Я вам покажу, как это сделать на примере генераторного газа. Соответственно, в вашем случае вам нужно будет делать согласно тому рабочему телу, который у вас указан в индивидуальном задании. Чтобы добавить новое рабочее тело, мы нажимаем либо на кнопку быстрого доступа с колбой, либо находим пункт materials, правой кнопкой мыши, insert material, и присваиваем какое-то имя данному материалу. В принципе, имя особо значения нам не имеет и ни на что не повлияет. И дальше уже переходим к непосредственному указанию свойств нашу рабочую тему. Material group у меня будет Colorificer Perfect Ideal Gases. Дальше необходимо указать термодинамическое состояние материала. Материалы это у нас будут газы. И теперь переходим на вкладку задания свойств. Термодинамические свойства будут заменяться по закону идеального газа. И начинаем прописывать все свойства. Нужно будет прописать малярную массу. Дальше необходимо будет указать удельную теплоемкость. Для этого активируем данную опцию. И указываем то значение, которое приведено у вас. В таблице. Дальше необходимо активировать опцию Reference State. И выбрать опцию Specified Point. То есть это необходимые условия. Ссылочные температуры и давление также указаны у вас в задании. Кроме этого нужно будет обязательно задать динамическую вязкость и теплопроводность. Соответственно активируем оба этих параметра. И задаем из таблицы соответствующие значения. В динамической вязкости, обратите внимание, нужно будет поменять единицы измерения. И прописываем теплопроводность. Здесь с единицами измерения все в порядке. И нажимаем ОК. Дальше переходим к добавлению доменов теплового аппарата и рабочего колеса. То есть как мы видим сейчас, у нас есть один домен по умолчанию, который включает и тепловой аппарат, и рабочее колесо. То есть никакие границы здесь не выделены. И нам необходимо их разделить и вычленить отдельные границы в каждом из доменов. Начинаем с теплового аппарата. Добавляем новый домен с помощью указанной кнопки. Имя задаем теплового аппарата. Но не забывайте, что все названия должны быть латинскими звуками. Сначала указываем, что относится к данному домену. То есть можно просто выделить в модели, либо можно выбрать из списка, который у нас здесь именится. Дальше в качестве рабочего тела указываем только что созданный материал. Дальше прописываем нулевое ссылочное давление. Домен соплового аппарата у нас рассчитывается в неподвижной системе координат. Поэтому, собственно, здесь все оставляем без изменения. То есть в опции Stationery. И теперь переходим к моделям, которые будут использованы в расчете. Нужно включить теплообмен, выбрав опцию Total Energy. С учетом детского трения. Модель турбулентности K и Epsilon оставляем с масштабируемой функцией стенки. Так, собственно, да, здесь нам больше ничего менять не нужно. И вот указанные настройки, то есть теплообмен, модель турбулентности, материал и нулевое ссылочное давление, они будут справедливы и для всех последующих доменов, которые мы будем включать в наш расчет. Ну, нажимаем ОК. Точно так же добавляем домен рабочего колеса. Здесь нам нужно тоже указать расположение. Выбираем то, что относится к рабочему колесу. Как видим, здесь генераторный газ уже выбран. И домен рабочего колеса у нас будет рассчитываться во вращающей системе координат, поэтому нам нужно выбрать опцию Rotating. Соответственно, нужно задать частоту вращения, только тоже здесь быть внимательнее, не в радианах в секунду, а в оборотах в минуту. И правильно указать ось вращения. Для нас это ось X. Ну, скорее всего, если вы неверно зададите ось вращения, у вас возникнут ошибки в расчете, и нужно будет этот момент поменять. Все, здесь тоже ничего больше задавать не нужно, потому что, как я уже сказала, остальные параметры сохраняются после задания сходства домена с плавого аппарата. Теперь переходим к настройке граничных условий и начнем с двух наиболее важных границ, это и входная граница, и выходная граница. Добавляем входную границу, она относится к сопловому аппарату. Чтобы добавить новую границу на сопловом аппарате, можно желкнуть правой кнопкой Insert, либо точно так же использовать кнопку быстрого доступа. Называем эту границу Inlet. Поскольку мы с вами до этого прописали правильные названия, то есть видим, что поле Location Inlet у нас уже выбрался автоматически. И здесь нам нужно задать следующие настройки. Будем задавать на входной границе полное давление и полную температуру. И значение полного давления и полной температуры тоже у всех будет индивидуальный из, соответственно, вашего варианта. То есть задаем то значение, которое у вас прописано. Направление потока мы оставляем нормальной к границе. Все, здесь мы закончили. Нажимаем ОК. Видим, что у нас определилась входная граница. Теперь переходим к выходной границе. Она уже относится к домену рабочего колеса. Соответственно, мы тоже Insert Pondering. Соответственно, или здесь будет Outlet. Тоже автоматически подцепился Outlet. И на Outlet мы будем задавать осредненное статическое давление. На первом этапе величина статического давления задается не такая, какая она есть в действительности. То есть первый расчет будет проводиться на небольшом перепаде для того, чтобы получить устойчивое решение. И данное устойчивое решение затем будет использоваться в качестве инциализационного уже для расчета с реальным перепадом, который есть у данной турбины. Поэтому, в принципе, здесь для первого расчета прям совсем небольшой перепад задаем. Так, и, в принципе, нужно еще здесь выбрать, как будет осредняться давление по выходной границе. Так, и нужно выбрать опцию Circumferential. И нажимаем ОК. Тоже определилась у нас выходная граница. И теперь мы можем переходить к выделениям остальных границ, то есть это полученные периферийные поверхности, поверхности лопаток и добавлении интерфейса. Начнем с соплового аппарата. Будет у нас здесь SAHUB. В принципе, мы можем назвать данные границы точно так же, как мы называли их и в сеточной модели. В этом случае у нас автоматически распознается имя. Нам не нужно будет дополнительно подцеплять. То есть, видите, локейшн автоматически распознался. Единственное, нам нужно с вами поменять тип, что это у нас непроницаемая стенка. То же самое мы проделываем с периферийной поверхностью. Тоже меняем тип на стенку. И то же самое нам нужно будет сделать с лопаткой. Также указать, что это не стенка. Так, с сопловым аппаратом мы закончили. Теперь переходим к рабочему колесу, соответственно. Тоже распозналось у нас. Выбираем стенку. В свойствах также больше ничего не меняем. Только всегда указываем, что это непроницаемая стенка. Так, дальше. Для лопатки также добавляем. Убираем стенку. И последняя граница в РК, где нужно указать, что это непроницаемая стенка, это поверхность, которая касается бандажной полки. Закончили тоже с рабочим колесом. И теперь будем переходить к заданию так называемых интерфейсов. Интерфейсы используются, например, для передачи параметров между доменами или для задания условия периодичности. Добавление новых интерфейсов происходит в соответствующем меню. Либо с помощью правой кнопки инициатива в домене интерфейс, либо с помощью быстрой клавиши. Как мы видим по умолчанию, у нас уже создался один интерфейс между сопловым аппаратом и рабочим колесом. Но в избежании ошибок все интерфейсы, созданные по умолчанию, лучше удалить. Добавляем новый интерфейс как раз между сопловым аппаратом и рабочим колесом. Указываем домены, в которых будет относиться данный интерфейс, то есть это сопловой аппарат и рабочее колесо. И выбираем соответствующие границы, которые мы с вами выделили на этапе построения все. Дальше нам нужно определить тип интерфейса, то есть это общий тип. Но нужно задать опцию, как будут передаваться параметры из соплового аппарата в рабочее колесо. Мы выбираем, что это опция stage, а средняться параметры будут в окружном направлении и передаваться дальше из соплового аппарата в рабочее колесо. Кроме того, нам нужно с вами задать так называемый параметр pitch change, то есть это соотношение углов секторов сопряженных доменов. И он будет у нас задаваться с помощью значения и с помощью выражения, которое будет выглядеть как 25 делить на 36. То есть это по числу лопаток цеплового аппарата и рабочего колеса. Дальше нам нужно соответственно задать интерфейсы периодичности для соплового аппарата и рабочего колеса. будут они называться SA периодичность. Здесь у нас уже будет соответственно сопловой аппарат и сопловой аппарат. и выбираем здесь тоже границы периодичности, которые мы выделили до этого. Но здесь тип его будет не general, а rotational periodicity, то есть как раз периодичность. И нужно задать будет по какой оси у нас будет собственно эта периодичность расположена. То есть это будет по оси Х. И точно такую же операцию мы должны провести для рабочего колеса. То же самое выбираем везде домен рабочего колеса. И указываем соответствующие границы. То же самое выбираем периодичность, тип периодичности и задаем оси. Нажимаем ОК. Соответственно закончили с заданием интерфейсов. Теперь переходим к настройке решателя. Ну кстати что еще касается интерфейсов. Как вы видите везде где мы задали интерфейсов появились вот такие вот стрелочки. То есть периодичность и вот интерфейс, который отвечает за передачу данных между рабочим колесом и сопловым аппаратом. У нас отобразились вот таким вот конусом зеленым. Так переходим к настройке решателя в меню solver controls. Нам нужно задать с вами точность моделирования. Везде должно быть high resolution. Максимальное количество итераций. Ну можем сделать 2000, но в дальнейшем это возможно будет отрегулировать. Дальше. Масштаб по времени. Мы на первых порах не умеем правильно задавать время моделирования. То есть временной шаг. То есть можно было бы реально физически задавать. Мы попросим программу рассчитать его для нас. То есть шаг по времени. на основе граничных условий, которые мы задали. То есть всех подних параметров. Но мы можем, так сказать, смасштабировать этот автоматический шаг по времени. Используя так называемые параметры time scheme factor. По началу, когда расчет еще не установился, он еще не совсем сошедшийся, необходимо уменьшить этот фактор. И постепенно, динамически, прямо во время расчета мы будем его повышать. И также установить уровень невязок нам надо пониже. Шестой. Так. И, собственно, все. Здесь мы с настройками закончили. Помимо стандартных критериев оценки исходимости решеток в турбомашинах, можно использовать также дополнительные критерии. Это, например, изменение от операции к операции интегральных параметров. То есть если расчет сохнулся, то значения интегрального параметра меняться не будет, а будет постоянным, либо будет колебаться незначительно вокруг какой-то величины. Для турбины таким параметром может стать степень понижения давления ПТ, но просто выбрать из какого-то списка мы это выражение, этот параметр не можем, поэтому нам нужно создать выражение для его вычисления и потом создать монитор, на котором данное выражение будет отслеживаться. Переходим в меню «Создание нового выражения». Правой кнопкой мыши «Insert Expression». Записываем имя. И дальше нам нужно будет прописать данное выражение. Нажимаем правой кнопкой мыши. Сначала выбираем функцию «Mass Flow Average», то есть осредненную по расходу. Соответственно, переменная это у нас будет давление. И дальше уже задается на какой поверхности будет располагаться, то есть будет рассчитываться это давление на входе. И нам нужно разделить это выражение на давление на выходе. То есть можем просто вот это все скопировать, чтобы снова не выбирать. и здесь прописать Outlet. И нажимаем Apply. То есть наше выражение создалось. И теперь нам необходимо создать монитор, на котором будет отслеживаться данное выражение. Переходим в Output Controls. Двойным щелчком. Дальше переходим в Мониторы. Активируем Monitor Objects. И добавляем новый монитор. Монитор мы должны с вами назвать как-то по-другому. Не так как называлось выражение у нас. Иначе могут быть конфликты между именами. Соответственно, здесь мы выбираем в опции Expression. И в Expression Value мы прописываем то имя, выражение, которое мы создали до этого. И нажимаем ОК. Все, выражение здесь мы создали. Монитор мы тоже создали. Мы можем сохранить нашу модель и уже переходить непосредственно в процессу расшета. Продолжение следует.